В общем, все началось в понедельник, когда я приехала на плановый осмотр в роддом. На тот момент у меня уже была ровно 41 неделя. Никогда никаких показаний за всю беременность КС у меня не было. А тут шейка не готова и все, как будто девственница. Меня начали уговаривать лечь в патологию, чтобы готовить к раскрытию. Но меня смутил препарат, как я себя накрутила, вы даже представить себе не можете. Подписала отказ и мы договорились, что если за три дня ничего не будет плановая КС на четверг. Уехала домой, ревела. Среда 8 утра, замечаю что-то другое у себя в нижнем белье. Потом также в 14, только с новой волной и более сильной. Приехали в роддом, сделали все анализы, легли с мужем, ждем. Схваток так и не было. В 4 утра отошли, как оказалось, настоящие воды, а в 5.30 пришли схватки. Вот тут началось для меня вообще веселое время, ну вы понимаете. Ждали до 8, потом до 9, потом до 10. Шейка не сдвинулась ни на 1 мм. Было принято решение кесарить. В 10 утра надели на меня чулки и повезли на каталке в операционную. Это была их огромнейшая ошибка, я уже начала плакать. Успокаивал меня муж и долго. Потом завезли в операционную, и там началось все самое веселое. Люди в халатах, все приветливые. А я и Йоси пересмотрели за 2 недели до родов сериал «Закрытая школа». И вспомнила все истории, которые вы мне писали. Начала всех истерить, никого не пускать к себе. Анестезиолог такой хороший попался, прям с головой мужик, и ему говорю, а ну-ка руки, бля, от меня убрал, вырубайте меня полностью. Потом вообще, выдала я не буду рожать. Короче, истерика пипец. Как же мне сейчас за это стыдно. Перед анестезиологом извинялась раз сто. Он приходил в реанимацию потом проверить, как со мной дела. Потом меня успокоил муж. Обнял, сказал важные слова, очень сильно поддерживал и сказал, что я врежу малышу таким своим поведением. Я быстро взяла себя в руки. Поставили эту хрень в спину. Пока муж обнимал, и я начала терять сознание. И одновременно тошнить. Потом меня вырубило. И проснулась я от криков, мой сын. Мой сладкий. И возмущение, почему это он похож на меня. А от мужа только губки и ушки. После 7-8 часов реанимации мы уже были в палате. Сейчас реабилитационный период словами мягко говоря, конечно не описать. Но говорят, через пару дней будет легче. Я все равно самая счастливая. В моей жизни теперь двое любимых мужчин. Мой муж и мой сын. Спасибо большое за терпение, понимание и профессионализм с такими сложными клиентами, как я. Меня еще не каждый вытерпит. А условия у вас вообще шикарные и палаты все очень красивые. Кстати, не только у контрактников, но и по ОМС тоже. Отношения практически не меняются. А вы знаете, что от отношений очень многое зависит.